Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Иван, я вас приветствую на канале Процветок. Сейчас, октябрь месяц 2020 года, уже можно сказать 20-е числа в разгаре, и подошел срок высаживать чеснок и лук на зиму. Сейчас оптимальные сроки, потому что земля еще достаточно теплая, а вот температура воздуха уже неблагоприятная для роста вегетативной массы чеснока, для того, чтобы этот зеленый росток и лука, и чеснока вылезли на поверхность. Именно поэтому сейчас оптимальные сроки. Но про оптимальные сроки мы с вами уже однажды говорили на канале Процветок, можете посмотреть еще раз, если интересно. А сегодня я поговорю с вами о том, какой лук лучше всего высаживать под зиму. Посадка лука репчатого под зиму является достаточно распространенной практикой. Это экономит время в весенний период, это дает нам раннюю зелень, раннюю репку, красивую, хорошую, вызревшую репку. Однако же не всегда эта посадка лука под зиму удается по той простой причине, что иногда эта луковица замерзает. Но даже если зима не слишком холодная, все равно происходит вымерзание этой луковицы. Либо повреждение морозами, холодовое повреждение луковицы ослабляется, ее начинают есть фузариосы, какие бы протравливания вы ни делали, какими препаратами вы ни работали, все равно лук не получился. Все дело в том, что на вот это первичное прорастание лука в осенний период, когда он дает корни и дает зеленый росточек в земле, уходит довольно много энергии. И вот для того, чтобы энергии хватило, не стоит высаживать меленький сивок. Конечно, большинство огородников предпочитают приобретать меленький сивочек, потому что при равной стоимости килограмма сивка мелкого и крупного, количество самих луковичек в мелком сивке гораздо больше. И мы большую площадь можем высадить и больше урожая получить, но это все хорошо для весенней посадки лука сивка. В осенний период стоит пользоваться не луком сивком, а луком выборком. Лук выборок имеет гораздо больший размер, чем лук сивок. Благодаря этому в чешуях этого лука накапливается значительно большее количество энергии, количество сахаров, которые предохраняют луковицу от истощения и от замерзания. Именно поэтому, если не каждый год вам удается лук под зиму, в этом случае, пожалуйста, отдайте предпочтение именно луку выборку. То есть, такой крупный сивок. Этот лук, кроме того, что он гораздо надежнее зимует и дает гораздо более надежный результат, он еще и дает по итогу гораздо более крупную луковицу и гораздо больше урожай пера. Если вы используете этот лук, так же и на перо. Хотя, если честно, я больше предпочитаю на перо весенние посадки. Мне кажется, этот лук такой более нежный, более сочный. А лук, который посажен под зиму, он все-таки лучше идет на репку. А в весенний, ранний весенний период очень хорошо используют лук батун, лук шнит, лук резонец и другие многолетние виды лука, которые весной весьма сочные и вкусные. И не надо истощать листовую поверхность лука репчатого. И он может дать хорошую репку впоследствии. А уже в летний период, конечно, лучше использовать лук репчатый для получения этого самого пера. Таким образом, поскольку сроки посадки лука и чеснока еще не ушли, и вы еще раздумываете, посадить лук или нет, и какой лук посадить, то отдайте предпочтение луку в оборку, и у вас все очень хорошо получится. На этом я прощаюсь с вами. Хороших вам урожаев. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok